На моём канале на Дзен большой интерес вызвала ситуация вокруг известного саратовского депутата областной думы и, самое главное, независимого блогера, блогера-миллионника Николая Бондаренко. Вот, кстати, как Николай Бондаренко выглядит. Началось с того, что канал на Ютубе «Красное радио» провёл опрос «Кого вы видите новым руководителем КПРФ?» и результат этого опроса оказался сенсационным. В опросе, кстати, приняло участие 24 тысячи человек, и здесь нужно добавить, что у КПСРФ 24 апреля этого года съезд, на котором нужно выбрать руководителя партии. Как я сказал, результаты оказались сенсационными, лучше я их зачитаю. За Зюганова проголосовали бы только 2% опрошенных, за Афонина 3%, за Новикова 1%, 17% опрошенных, как я понял, предлагают другие кандидатуры. Самое же главное, за Николая Бондаренко проголосовало бы 77%. Несмотря на всю неожиданность результата этого опроса, думаю, они сэкономировали. Общественность очень недовольна соглашательской политикой Зюганова в отношении властей. И давно уже ясно, что хотела бы видеть на посту руководителя партии куда более решительного человека. В комментариях же вообще началась самая настоящая буря. Было бы сказано масса мнений, что Зюганова пора гнать самой поганой метлой, поскольку он давно прорвался Путина. И все это очень интересно на фоне того, что вокруг Николая Бондаренко все вернее сгущаются тучи. Его решительная позиция явно очень не нравится властям. И недавно Саратовская облдума официально обвинила его в коррупции. И обвинила его смехотворно в этом. По мнению Саратовской облдумы, коррупция выражается в том, что он имеет на ютубе монетизированный канал и получает с него доход. Об этом я понятно тоже написал, но это тоже вызвало настоящую бурю. Это сложно не понять, что законы, принимаемые Единой Россией, что их толкование этих законов уже давно, как говорят народни, не лезут ни в какие ворота. Кстати, Госдума действительно недавно приняла закон, согласно которому депутатам, даже не имеющим зарплату, нельзя, как там сформулировано, получать гонорары с публикацией. И именно этот закон Саратовская облдума и пытается сейчас использовать. Но истинная причина, что принятие таких законов, что их слишком вольного толкования, Единой Россией, точнее номенклатурой, понятно. Номенклатура не знает, что ей делать с этим новым явлением, политическими деятелями-блогерами. С какого боку не смотри, но она уже откровенно проиграла гребу за интернет. Да это и понятно. В интернете не ведешь циндор. А против правды есть только одно эффективное оружие – блокада информации. Кстати, с позиции ноосферного мировоззрения, сторонником которого я и являюсь, о котором много говорили на нашем канале, информационная блокада – это самый верный признак фашизма. Иван Антонович Ефремов, о котором я тоже много говорю на нашем канале, не случайно в своем романе «Сейчас быка» сделал закон о свободе информации первым законом Великого Кольца. То есть законом цивилизации разумных, высокоразвитых, объединяющих две галактики. И согласно данному закону, режим, установивший блокаду информации, подлежит уничтожению любым путем, если нужно, то даже путем прямого военного вторжения из космоса. У нас в стране, к счастью, блокады информации пока нет. Да вот только, боюсь, ее нет только по одной единственной причине – потому что есть интернет. И думаю, именно поэтому долг каждого независимого блогера сейчас поддержать нашего коллега Николая Бондаренко. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Такие именно увидите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!